Югра И Елена Евгеньевна Исламуратова, директор окружного дома народного творчества. Начнем с такой вопрос. Сергей Витальевич, что это за проект такой Югра многонациональная? Какова его основная цель? Проект региональный форум национального единства Югра многонациональная в этом году проводится второй раз. В прошлом году он стартовал, так скажем, свою серию, будет и проводится ежегодно. Основная цель его – это совершенствование форм и методов реализации стратегии государственной национальной политики и стратегии противодействия экстремизму на территории Ханты-Мансийского округа. Соответственно, его организаторами являются Департамент внутренней политики и Департамент культуры округа, соорганизаторами Департамент общественной связи, Департамент физической культуры и спорта. И, соответственно, его целевой аудиторией, участниками являются специалисты исполнительных органов государственной власти, органов местного самоправления, национальных общественных организаций, религиозных организаций, казачьих обществ. И, соответственно, для них этот форум и проводится. В каких форматах пройдет форум и будет ли что-то новое, по сравнению, например, с прошлым годом? Ключевыми мероприятиями форума являются семинар для глав муниципальных образований, где будет исключительно проводиться общение с главами муниципальных образований, с экспертами федерального уровня. Это совместное заседание региональных отделений Ассамблеи народов России в округе и регионального отделения молодежной Ассамблеи народов России «Мы – россияне». Конкурс лидеров национальных общественных организаций, конкурс глав городских и сельских поселений, круглые столы, семинары, мастер-классы, ну и, соответственно, общение, которое позволит обменяться опытом, обменяться знаниями с федеральными экспертами и понять, в каком направлении дальше двигаться, чем усовершенствовать свою работу на муниципальном и на окружном уровне, в чем можно усовершенствовать ее. В прошлом году порядка 700 человек приняло участие в форуме. Вот сейчас уже есть понимание масштаба нынешнего мероприятия? Да, форум, как и в прошлом году, вызвал достаточно большой интерес и активное участие муниципальных образований в этих мероприятиях. Поэтому мы вынуждены были, так скажем, определить количество для каждого муниципального образования по участникам в этом форуме. Заявки все собраны, обобщены, и количество участников составляет 725 человек. Отлично. Елена Евгеньевна, какова Ваша роль в организации форума? Что Вы дадите участникам, гостям этого мероприятия? Ну, в общем-то, я представляю учреждение культуры, да, и сферу культуры. И, конечно же, мы считаем, что роль культуры в формировании национального согласия, межнационального согласия гражданского единства, она, безусловно, велика. И в сфере культуры будут представлены ряд проектов, они разного формата, это и научно-практические мероприятия, методические мероприятия, и, конечно же, художественно-творческие, что тоже немаловажно, когда идет такая напряженная работа на форуме, столько работы диалоговых площадок, вот эта вот просто эмоциональная составляющая в художественно-творческом посыле, она просто необходима, потому что, когда это происходит, происходит очень такое серьезное массовое объединение, и рождаются какие-то замечательные творческие идеи. Я так понимаю, что в рамках форума пройдет гала-концерт, участников фестиваля «Возьмется за руки», друзья, да? Уже определенные лауреаты, кто выступит в окружном центре? В этом году у нас еще проходят зональные этапы, этот фестиваль традиционно проходит в нескольких зонах нашего автономного округа. Сегодня зоны уже состоялись в Скандинском районе, было там порядка 300 участников. Зональный этап прошел буквально вот в эти выходные в Ханты-Мансийске, тоже было порядка 300 участников, это порядка 100 коллективов творческих, которые у нас на сегодняшний день работают в национальных общественных организациях или в учреждениях культуры, с которыми взаимодействуют все наши культурные автономии. И еще один зональный этап состоится 11-12 октября в городе Нижневартовске. И победители, лауреаты первой степени примут участие в гала-концерте, где будут определены обладатели гран-при этого фестиваля. Я так еще понимаю, что на базе вашего Дома народного творчества будут еще и проведены специальные занятия для представителей учреждений культуры в муниципалитетах, да? Да, конечно. Это традиционные площадки наши, поскольку основная, скажем так, работа культурных автономий, национальных общественных организаций, основное взаимодействие, в каком бы направлении оно ни было, оно строится, как правило, на базе учреждений культуры. И большая часть этой работы происходит на базе культурно-досуговых учреждений. Это дворцы, клубы во всех муниципальных образованиях. Поэтому, конечно же, мы проводим такие мероприятия совместные культурных работников и общественников. Ну, как пример, это конференция «Роль сибирского казачества в формировании историко-культурного наследия Северного Опертышья». Вот здесь как раз у нас в этом году будет происходить, собственно говоря, обмен информацией, по какому принципу мы в муниципальных образованиях будем организовывать муниципальные центры казачьей культуры, как будут взаимодействовать казачьи общества с клубными работниками в сохранении своей традиционной казачьей культуры. Спасибо. Вот вы затронули тему казачества. У меня как раз тоже вопрос. Сергей Витальевич, в рамках форума запланирован круглый столб по организации взаимодействия казачьих, общества с исполнительным органами государственной власти, органами местного самоправления. И вот будете говорить, я цитирую буквально, да, о воспитании подрастающего поколения посредством реализации потенциала народных традиций. Это что значит, мы в школы на гайки и розки для наказания нерадивых учеников будем возвращать? Ну, конечно, нет. То есть здесь атрибутика, как непременный элемент воспитательного процесса с учащимися, он используется. Но основная его роль заключается в том, чтобы вспомнить те традиции казачества, те элементы воспитания в казачьих семьях, в казачьих станицах, которые использовались для того, чтобы воспитать молодежь в духе патриотизма, любви к родине, служения Отечеству. И, соответственно, элемент казачества в этом присутствует. То есть это и примеры тех событий, которые в истории нашей были, пример освоения Сибири казаками, и те события, которые в истории России связаны были с казаками. Поэтому этот элемент, он используется как элемент воспитательной работы с ребятами, с учащимися школой. Хорошо, спасибо. Коллеги, можете задавать свои вопросы нашим гостям. Елизавета Гутовская, Радио Украины, Сергей Витальевич. Вот какую еще проблематику, какие вопросы будете затрагивать на этом форуме? Вот если можно поподробнее что обсуждать? Проблемы, которые обсуждаются на форуме, они во многом были аккумулированы и собраны по желаниям специалистов, работающих в этом направлении муниципальных образований. То есть по итогам прошлогоднего форума мы общались в режиме видеоконференц-связи с специалистами органов местного самоправления, которые вернулись после участия в форуме к себе на места и свои предложения сформировали по программе форума в этом году. Соответственно, это все учтено. То есть основные направления, которые мы затрагиваем, это социально-культурная адаптация мигрантов, это взаимодействие с органами местного самоправления со средствами массовой информации, взаимодействие с национальными общественными организациями и их вовлечение в работу по реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики. То есть это вот основные направления, которые необходимо нам обсудить, обменяться мнениями с федеральными экспертами и понять, как эту работу сделать на шаг вперед, продвинуться в ней и на уровень выше, так скажем, ее эффективности повысить. Сейчас я вот еще уточню. Это будут не просто разговоры, что вы обсудите какую-то проблематику на форуме и как бы все. Или потом будет какая-то резолюция или рекомендации, или там решения, законодательные инициативы, что-то вот. Нет, резолюции и рекомендации по итогам форума не вырабатываются, а как раз это мероприятие является площадкой для того, чтобы понять, в чем те или иные муниципальные образования отстают, найти ответы на те вопросы, с которыми сталкиваются специалисты и органов местного управления, национальных и общественных организаций при реализации мероприятий у себя на местах. Ну и, соответственно, все это использовать в работе. Кроме этого, планируется, как и в прошлом году, вручение премии губернатора за вклад в развитие межэтнических отношений. То есть это оценка работы общественных организаций в этом направлении, проведенная, соответственно, за последний период и отмеченная на уровне губернатора экспертным советом. Вот такие мероприятия и планируется провести для того, чтобы дать оценку и обменяться опытом, получить новые знания и получить ответы на те вопросы, которыми сталкиваются в своей работе те структуры, те органы, которые занимаются реализацией государственной национальной политики и стратегией противодействия экстремизму. Одним из элементов обмена опытом в этом году мы решили включить в программу презентацию лучшего мероприятия по мнению муниципального образования. И это мероприятие будет ежегодно проводиться, и право такое представлять будет даваться очередному муниципальному образованию. В этом году старт этому мероприятию дан будет муниципальному образованию город Ханты-Мансис, который презентует проект, реализованный на протяжении многих лет и реализующийся в настоящее время. Это Юра Многоликая, страница национальной литературы. Как пример эффективной работы с национальными общественными организациями и как опыт, который позволит другим муниципалитетам понять, в каком направлении нужно двигаться, как организовывать мероприятия и, возможно, что-то подобное у себя на уровне муниципальных образований, а лучше даже более интересное придумать и реализовать. Я сейчас, пока формулирую вопрос, точню, скажите, я так правильно буду упомянули о вручении премии и так далее. Я так понимаю, что и представители нашего журналистов тоже ждут такое награждение. В прошлом году у нас отмечали журналистов, да? Да, это другой конкурс, который проводится среди редакций и работников средств массовой информации, называется «Мир нашему дому», где отмечается и оценивается работа именно специалистов средств массовой информации в подготовке материалов в сфере межнациональных отношений, в сфере взаимодействия с национальными общественными организациями, по работе между представителями национальных общественных организаций друг с другом на территории муниципальных образований и на окружном уровне. И, соответственно, эта работа, отражаемая в СМИ, будет оцениваться, и насколько качественно, настолько глубоко, насколько ответственно к этой работе подходят специалисты средств массовой информации и их редакции. Александр Мальцев, это регион Югра. Сергей Таврович, проходят ли аналогичные форумы в других регионах России? И в этой связи является ли наш форум национального единства уникальным? Форумы национального единства, или, по-другому сказать, форумы, которые посвящены этой тематике, они, может, по-другому называются, проводятся в большинстве субъектов Российской Федерации. Завершающим этапом, или, так скажем, вершиной этих мероприятий, которые проводятся на региональном уровне, является форум национального единства всероссийский, который традиционно проводится в Перми, Они проводятся в ноябре месяце. И те мероприятия, которые в регионах проводятся, они являются в какой-то мере подготовительными этапами к этому Всероссийскому форуму. И у нас в округе это именно так. То есть мы определяем лучших специалистов органов местного самоправления, лучших национальной общественной организации, лучшие проекты, которые ими подготовлены и реализованы в округе, для того, чтобы презентовать их на Всероссийском форуме национального единства на уровне уже Российской Федерации. Ну и, соответственно, другие регионы и субъекты Российской Федерации именно таким же образом действуют. Поэтому это в какой-то мере отборочный тур для того, чтобы представить и достижение Континансийского округа на Всероссийском уровне. Еще вопросы, пожалуйста, представляете, задавайте вопросы. Ирина Ахмедова, новости Югры. В прошлом году Югра подписала соглашение с Ассамблеей народов России. Хотела бы узнать, есть ли уже какие-то результаты этого соглашения? Что это дает нам нашей Югре? Что-то, может, за год уже было сделано в рамках этого сотрудничества? Да. Ну, активную работу по результатам этого сообщения, по результатам заключения этого соглашения начала в этом году и региональное отделение Ассамблеи народов России, и региональное отделение молодежной Ассамблеи народов России. В рамках этого соглашения заместитель, руководитель Ассамблеи народов России, руководитель ресурсного центра Ассамблеи народов России, участвует в нашем форуме 19-21 октября. Расскажет о работе ресурсного центра, расскажет о том, в каких направлениях он реализует мероприятия, и, соответственно, поможет нам определиться в том, насколько необходим и нужен нам ресурсный центр в сфере межнациональных отношений на территории округа. То есть, это работа постоянная, и те мероприятия, которые проводит Ассамблея народов России в течение года, мы в них активно участвуем и направляем туда представителей национальных общественных организаций, специалистов органов исполнительной власти, для того, чтобы тоже подчеркнуть опыт, понять, какие актуальные темы и как они реализуются на уровне Российской Федерации, для того, чтобы использовать здесь. Еще вопросы, коллеги? Так, ну, у меня тогда такой уточняющий вопрос. Сергей Витальевич, скажите, пожалуйста, уже готова ли программа, и где с ней можно ознакомиться, программа проведения форума? Да, программа форума сформирована. Если она и будет изменяться, то в некоторых деталях она размещена на сайте регионального форума национального единства «Югра многонациональной» в сети ВКонтакте. Там размещены и положения форума, и программа форума, и положения о многих этапах этого большого мероприятия, которые в виде конкурсных элементов в программе представлены. Соответственно, положения об этих конкурсах там размещены. С ними можно ознакомиться, понять, кто в них участвует, заявиться, дозаявиться еще, если кто-то не заявился. Ну и, соответственно, все муниципальные образования активно готовятся для участия в этих конкурсах, чтобы показать и свой уровень работы в этом направлении, ну и получить оценку, так скажем, на региональном уровне. И вот таким образом. У меня тогда еще один точнейший вопрос. Ну вот, допустим, кто-то заинтересован и посмотрел программу, увидел, что ему интересен какой-то круглый стол или, может быть, какой-то мастер-класс. Как он может зарегистрироваться, как принять участие? Или у нас уже определено 725 человек и все? Ну, количество участников от муниципальных образований, оно ограничено только возможностями, финансами по обеспечению проживания в городе представителей делегаций муниципальных образований. А по своей инициативе те, кто хочет поучаствовать и приехать на отдельные мероприятия форума, здесь никаких ограничений нет, то есть можно приехать утром поучаствовать в любом из мероприятий. Соответственно, они в качестве целевой аудитории обозначены, для кого организованы, но всех желающих и интересующихся этой тематикой, которая представлена мероприятиями в программе, мы ждем на мероприятиях форума и готовы будем выслушать их предложения, их мнения и активно пообщаться на тему форума. Все? Ну что же, отлично, исчерпывающий ответ и спасибо большое. Будем надеяться, что и 19-21 октября все пройдет так же хорошо и интересно. До встречи и вам спасибо, что пришли. Всегда раздавайте вас на площадке «Резвегра». Резвегра.